Привет, друзья! Сегодня мы встали пораньше, чтобы отправиться в уникальное место, немножко жутковатое даже. Его еще называют Царством Мертвых. Помните легенду про Аида? Души попадали в Царство Аида через пещеры, расселены в скалах и оставались там навсегда. В прямом смысле мы сегодня отправимся под землю. Не пропустите! Итак, автобус мчит нас в Санто-Доминго, столицу Доминиканы, в парк Мирадор-дель-Эсте, где находятся красивейшие подземные озера под названием Три Глаза. Их обнаружили в 1916 году и до недавнего времени считалось, что их три – Голубые озера, Морозильник и Озеро Женщин. Но не так давно было найдено Четвертое озеро. Итак, мы идем именно сейчас к нему, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полета. В переводе с испанского оно звучит как Озеро Уток. Но все очень просто. Утки здесь действительно когда-то жили, потом улетели, а название осталось. Почему же его не могли так долго найти? Все потому, что водоем закрывала, крыша природная. Потом своды обвалились и открылась вот эта пещера с озером. Раньше доминиканцы не знали, как туда добраться, потому что берег очень обрывистый и спуститься туда просто невозможно. Но потом путь был найден через Третье озеро. Туристов туда возят на специальных лодочках. К сожалению, мы туда сегодня не отправимся, но посмотрим, как все это происходит. Ай, какая красота! Боже мой! Тем временем мы подошли к следующему чуду природы под названием «Голубые воды». Уникальность вообще всех озер в том, что их питают разные подземные системы, поэтому их химический состав очень разный, а значит и цвет. Считалось, что в этом озере вода серная. Но потом провели химический анализ, который показал, что серы на самом деле в воде немного. Посмотрите, какая удивительная вода! Цвет какой! Голубой! Действительно голубой! Как название озера! Сейчас мы спустимся и посмотрим поближе на это удивительное озеро, в котором, кстати, даже водятся рыбки. Глубина его 2,5 метра. Но купаться, к сожалению, там нельзя. Кстати, именно в этих пещерах когда-то в древности индейцы Таины проводили свои ритуалы. Я уж не знаю, кого они приносили в жертву, животных или своих соплеменников. История об этом умалчивает. В основном индейцы занимались сельским хозяйством, жили тихо и мирно, а потом пришли испанцы, которых интересовало золото. Они поработили индейцев, которые за 15 лет полностью вымерли. Кто от болезней, кто от непосильного труда. Были и такие, которые убивали себя и своих детей, боясь рабства больше смерти. Вот такая печальная история про индейцев Таины. Вот это похоже на какое-то животное. Два глаза, нос и вот тут вот как будто бы волосы. Ну а дальше мы направляемся к следующему озеру под названием Дамское или Озеро Женщин. Раньше здесь активно купались местные жительницы. Считалось, что чудесная вода способствует большому потомству излечению от женских заболеваний. Купались, кстати, не только женщины, но и мужчины. Так они омолаживались. Сегодня, увы, здесь купаться нельзя, как я уже говорила, потому что территорию сделали заповедной. Но нам разрешили помочить ножки и ручки, что мы с радостью и сделали. Итак, идемте. Ой, тепленькая. Вообще, можно было купаться. Вообще, зашелись. Вот она какого. Сейчас, Котя. И вот мы пришли к последнему озеру, которое ведет в царство Аида. Чтобы спуститься туда, нужно пройти много-много ступеней, очень крутых вниз. Посмотрите, какая темнота. Такое ощущение, что это просто пропасть. Помните легенду про Аида? Так вот, после смерти душа отправляется в царство мертвых, которым правит Аид. В душе оттуда нет возврата. Она попадала в Аид через пещеры, глубокие расселены в скалах. Прям, наверное, такие, как здесь. Ну, а Аид в мифологии Древней Греции, кто был хозяин подземного царства умерших. Да, тьма такая, что глаз выколи. Вот именно отсюда, видите, людей везут на специальной лодочке. Вам, наверное, не видно. Как раз-таки тому озеру, самому первому, которое совсем недавно было обнаружено. Вот. Но, к сожалению, мы туда не отправимся. А теперь посмотрите, какое животное изображено. Смотрите, два глаза, уши. Как будто это черт какой-то. Может быть, это и есть тот самый Аид. Видно стало. Смотри, как красиво. А мы тем временем поднимаемся назад. Конечно, не искупаться в этих озерах было сплошное мучение. Очень хотелось. Потому что внизу, под землей, очень душно. Очень жарко. Большая, высокая влажность. Но правило есть правило. В общем, как будете в Доминикане, просто советую посетить эту пещеру с этими прекрасными озерами, которая находится, еще раз повторюсь, на окраине Санто-Доминго, столице Доминиканы. На самом деле, ехать от курорта Бока-Чико совсем недолго. Где-то в течение получаса ему были на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...